Все. В прошлый раз мы с вами изучали о духовном устроении и перейдем как раз-таки к главам непосредственно. Вторая часть содержит в себе 15 глав, это с 16 по 29 главу. 16 глава называется «Как дочерей своих воспитывать и с приданным замуж выдавать». Домострой говорит, если дочь родится в семье, то каждый год в сундучок приданное откладывает. И идет краткое перечисление в этой главе, что необходимо туда положить. Говорится также, как замуж выдавать или как выдавали раньше. Чаще всего, конечно, родители договаривались с родителями жены, и по согласованию или по договоренности это происходило. То есть без участия мужа и жены. А приданным нужно, конечно, родить. Но если дочь по Божьему произволению представится, то на приданное заказывают по душе сорока уст. Так вот нам говорит 16 глава. Нужно, конечно, если не одна дочь, то иметь подключение равнозначное о каждой дочери в семье. 17 глава говорит нам о наказании сыновей и дочери. Алексей Николаевич, а известно, что в сундучке должно быть? Да, идет перечисление, конечно. Я думаю, интересно было бы. И ложки оловянные, и деревянные, и разную медную утварь кладут. И, естественно, конечно, от тканей шерстяных и хлопковых кладется как раз-таки в этот сундучок понемножку. Каждый год. И говорится также в 16 главе, что не нужно это откладывать на потом, когда дочь уже вырастет. То есть нужно бережливо понемножку каждый год класть. И таковой человек, и таковая семья будут как раз-таки... Звук пропал у вас. Да, включил, Владыка. 17 глава. Как детей учить и страхом спасать? О сынах говорится то, чтобы их спасать наказанием. И вот что говорит нам книга Домострой. «Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей». Для мальчиков Домострой рекомендует наказание, чтобы они не имели худых, плохих мыслей. И всегда были в послушании у отца. «Наказывая тело, душу его избавляешь от смерти». Вот что говорится в этой главе. О дочерях также в этой главе говорится. Не идет речи о наказании дочери, но говорит Домострой, предписывает нам. «Будь с ними строк, тем сохранишь их от греха». Восемнадцатая глава. В ней говорится, как детям отца и мать любить и беречь, и повиноваться им и утешать их во всем. Советую, конечно, почитать эту главу вместе с детьми, потому что вкратце буду сейчас говорить о ней. Нужно, конечно, проявлять заботу о них, о детях, так, как они о тебе. Поэтому со страхом служите им, как рабы, тогда и сами от Бога получите награду. Это говорится, как дети должны относиться к своим родителям. Но и родителей дети не должны укорять, не бесчестить их, а проявлять всяческую заботу. Те, кто проявит должную заботу о них, говорится в Домострое, что получат определенную Божью милость и награду. Если дети не проявляют заботу, а порой досаждают своим родителям, то перед Богом грешны, а люди могут их проклянуть даже. От того хуже, кто бьет отца и мать и говорит нам в Домострое, да будут отключены от церкви и от причастия. А даже гражданским законам, если человек не принесет должного покаяния, могла настигнуть и касси такого человека, которые поднимают, дети, которые поднимают руку на своих родителей. Девятнадцатая глава называется «Как всякому человеку рукодельничать и всякое дело делать, благословясь». В любой христианской семье, начиная разное дело или действие, помогая кому-либо, как минимум необходимо положить три земных поклона перед цветными образами, а при невозможности сделать поклон, делать поясной поклон. Кто знает молитву, тот, перекрестясь, проговорит молитву Иисусову, говорится в Домострое. Кто сам будет делать дело делать, тот должен благословиться у старшего, то есть у отца. И они вместе помолятся. Кто так делает, тем тому Божия милость помогает. Ангелы невидимо содействуют, а бесы отбегнут. И будет дело, слава Божию, а душе на пользу, говорится в Домострое. В этой же главе говорится, людям неблагословенное не нужно и не мило, да и непорочно оно, и еда, и питье невкусны и не сладки. Почему? Потому что это делается без должного благословения. Человек без молитвы, не радея, все равно приступает к своему действию. И дальше говорится, только дьяволу, да слугам его все это удобно, и сладостно, и радостно. Поэтому нужно, конечно, всегда, приступая к любому действию, и дома, и в храмах, помолясь, благословясь, приступить с тем, чтобы был определенный такой прибыток, и духовная радость тоже, конечно, была. Хвала мужьям – это хорошая жена, которую дарует Бог ему. А как же муж может узнать, хорошая у него жена будет или иная какая-то, если за них, как мы ранее говорили, решают родители. Раньше в основном так и было. Мы вчера говорили, что все воспитывались в знании заповедей Божьих, установлении церковных и государевых. Тем самым достигалось единообразие, воспитание. И книга «Домострой», обобщая духовное, семейное и домашнее устроение, является руководством к идеальной земной жизни. Поэтому муж, не выбирая себе жены, все равно прилагал определенные полученные знания в своей семье, для того, чтобы его жена была добро, порядочна, всегда имела подпечение и любовь от своего мужа. Хорошую жену называет «Домострой», она является дороже камня драгоценного. Вот так вот является такой вот хвалой или жемчужинкой, конечно, своего мужа. И дальше говорится, во-первых, исполнив Божью заповедь, благословенно будет Богом жена, а во-вторых, хвалима людьми, жена добрая, терпеливая и молчаливая, венец своему мужу. Коли нашел себе муж, добрую жену, то только хорошее выносит из дома своего. Блажен муж такой жены, и жизнь свою проживут в добром мире. За хорошую жену мужу хвала и честь. 21 глава говорит о наказ мужу и жене, и работникам, и детям, как подобает им жить. Хозяину дома и жене, и детей, и домочадцев надлежит учить, не нарушая заповедей Божиих. К старшим, говорится о домострое, и к работникам положено быть послушными сами работники. В послушании находятся у господина. Должны быть дружелюбными, с младшими и бедными людьми, приветливыми и милостивыми, со всяким, обращающимся к тебе, разбираться без волокиты и особенно не обижать в оплате работника. Всякую же обиду с благодарностью терпеть Бога ради и поношение и укоризну, если за дело поносят и укоряют, с любовью принимать, и подобного безрассудства предизбегать. А в ответ не мстить. Если же ни в чем не повинен, от Бога получишь награду. Это говорится тогда, когда нерадивые работники или домочадцы, не наученные своим отцом или главой семьи, делают небрежно работу ту или иную. Если кто по небрежению или нерадению не научился, тот все по делам своим получит. И говорится, зло сотворившие муку вечную, а добро сотворившие, богоугодно прожившие жизнь вечную в Царстве Небесном. 22 глава. Каких людей держать в доме и как руководить ими во всяком учении и в божественных заповедях, и в домашней работе? Предписывает, конечно, эта глава держать людей хороших. Мы прекрасно понимаем, что плохих никому не хочется держать, но бывает по-разному. И хороший человек может не справиться. «Всякий человек у хорошего хозяина должен быть научен страху Божию и культуре, и смирению, и всем добродетелям, хорошему ремеслу, чтобы не солгал, не разбил, никого бы не обидел, сыт бы был, да одет господским жалованием или своим рукоделием». Здесь говорится также в этой главе, что от господина своего работник может получить в жаловании не только одежду, но даже землю. И когда трудится и радеет о доме своего господина. Но также говорится и о том, что господин может наказывать своего работника. «Дворовым людям наказ работать всегда в старой одежде, а как перед господином или на людьем, то в чистом, в подседневном платье, а в празднике при добрых людях или господином, или с госпожою куда идти, тогда в лучшем платье, если они выходят со своего двора». И снова в 22 главе дальше говорится о работниках. Чтобы все, кто хочет в Церковь Божию идти, по праздникам, или в доме молебны слушать, или наедине молиться, чтобы чистоту телесную хранить, необходимо им, чтобы они имели духовника, которым на исповедь вы приходили. Вновь нам здесь напоминается и назидается как раз таки с первой части домостроя о духовной составляющей, которая неотъемлема в семейной жизни. И в домашней работе тоже и в быту. «Хозяин и хозяйка с чадами своими и слугами своими, дворовыми, мужчинами и женщинами, стаями и молодыми, каждый год на Великий пост к отцам духовным на исповедь бы приходили, а достойны того и святых даров причащались. Если же будут не по разу в год, то и большую награду от Бога получат. А отцы бы духовные, господина и слуг его, при том получали. И господин от всей души и о душах слуг своих при этом тем более бы озаботился. Слуге же за душу свою церкви дать нечего. Так за них господин бы дал. И в течение всего года, в воскресенье, в среду и в пятницу и в празднике Господней и во святые посты хранили бы чистоту телесную и пребывали во всех добродетелях. В церкви ходили бы с подношением, во здравие, за упокой, ко всяким святыням прикладывались по вере и по совету Отца Духовного и спросив на то благословение. На этом 22 глава заканчивается. 23 глава говорит нам вот о чем. Как врачевать христианам от болезни и всякой скорби. Скорби и болезни душевные и интересные от Бога даются, как милость Его к нам, чтобы нам не уклониться в больший грех. И в этой главе Домостой нам вот что говорит. Если Бог пошпет на кого болезнь или какое страдание, врачевать Ему Божьей милостью до стезами, до молитвы, до постом, до милостями, до искренним покаянием, до благодарностью. И Отцов Духовных подвигнуть на моление Богу, если человек тяжело заболел. О самом заболевшем говорится. Освещаться маслом и по святым, чудотворным местам пойти. И многие в настоящее время дают определенный обет и обещание. Мы с таковыми людьми встречаемся в наших храмах, которые, выйдя из больницы, тоже как раз таки приходят и говорят, «Батюшка, я вот дал такое-то обещание в Богословите на то-то, то-то». Тоже, конечно, с разумием и прочитав и узнав, что об этом говорится в Домострое, мы с вами, конечно, видим, что Домострой остается быть актуальным и в определенных частях нашей жизни, конечно, напоминает о себе тоже. А вот кто не радеет о своей болезни, не стремится к покаянию, не стремится к осознанию того, что Богом это все дано, не имеющий страха Божия, он не только себя порабощает греху, но и, как говорит нам Домострой, он тем самым как раз таки влияет и на время, нарушая природу и закон даже. Также, конечно, в этой главе говорится еще такой интересный момент, «Кто песни бесовские, игру на бубнах, трубах, сопелках и прочее творит, считали не творящими волю Божию и не имеющими страха Его. Они, как говорит Домострой, все угодное бесам делают, поэтому и болеют». Вот мы в настоящее время, конечно, не считаем, что у нас есть и духовые оркестры, вот на трубах играют, а раньше как раз таки к этому относились совсем по-другому. И если же люди не исправляются и не каются в злых делах своих, «Наводит Бог тогда по нашим делам голод, то мор, то пожар или потоп, или смерть от Басурма, городам разорения, Божьим церквям и всем святыням уничтожения, всему имуществу расхищения. И иногда по царскому гневу приходит разграбление имущества и касть самому без милости и к позорной смерти тому человеку, который не хочет себя исправить и искоренить свою греховную жизнь. И зачастую, видя это, его дом, семья, также, конечно, уклоняются от Божьих заповедей и устремляются в это же неисправление. Поэтому вот об этих как раз таки людях мы выше с вами говорили. Здесь также приводится в этой главе, дальше автор пишет о том, что необходимо увещевание таковым людям и приводит в пример долготерпеливого Иова правила соборов и толкования на них. Здесь говорится о волхвах, кордунах. Также приводится правило 24-го Анфирского собора, Василия Великого и некоторые другие правила. 24-я глава о неправедной жизни или ее можно назвать «Кто не по-божьей живет?» За все грешные дела хозяин, который неправедно ведет свою жизнь, богом непрощен и народом проклят, и обиженный им вопиют к Богу и своей душе погибель наносит и дому запустение, и все проклято у него в доме, а не благословлено. И владеть, и есть, и пить то, все стяжание небожие, которое у него есть, но оно, это стяжание, и все, что у него есть в доме, оно является весовским. Исходят в ад их души живые души и милостыню их от неправедного богатства не приемлет Бог ни при жизни их, ни после смерти, когда кто-то из родственников от их домашнего устроения отдает помин души за них. Если хочешь от вечной муки избавиться, отдай неправедной, захваченная, обиженному, и впредь обещай не поступать так, ни самому, ни домашним твоим, ибо, писано, скоро Господь на милость свою истинно кающихся принимает и от великих грехов освобождает. Вот так вот как раз таки говорится в 24 главе о неправедной жизни. 25 глава говорит нам о праведном житии и продолжается название «Если кто по-божески живет заповедем Господнем, по отеческому преданию и по христианскому закону, если владетель судит справедливо и нелицеприятно всех одинаково, богатого и бедного, ближнего и дальнего, достаточно будет ему честных доходов». Вот такое название у 25 главы домостроя. Здесь можно, конечно, сказать о том, что человек праведный и правильно живущий, живущий от своих доходов, не требующий ничего лишнего, живущий по достатку и стремящийся выполнить в своих добрых делах и намерениях закон Христов всегда угоден и всему миру в этой жизни и Господу Богу в вечной жизни тоже. Это вот так вот вкратце о 25 главе. 26 глава «Как жить человеку по своему достатку?» Говорит она очень кратко и емко. «Во всем знать меру, по мере достатка и живешь, хозяйство держишь, по приходу и расход твой». 27 глава «Если кто живет неразумно?» Таковой человек расточает свое имение, порой доставшееся от родителей, и говорит нам автор домостроя «Будет ему от Бога грех, а от людей смех». И дальше назидает автор «Надобно каждому человеку избегать тщеславия и похвальбы и неправедной наживы, жить по силе своей и по достатку и расчетливо на прибыль от законных средств, ибо такая жизнь богоприятна и богоугодна и похвальна от людей и надежда и себе и детям, то, что он, этот человек, не расточит все, что ему было передано родителями и оставит своим домочадцам тоже. 28-я глава. «Если кто слуг держит непосредством, если конечно таковой человек находится, лучше конечно советует домострой с ним расстаться, но если владелец прикипел к таковому человеку, то автор домостроя нам говорит, владелец оскудеет по скудости ума своего, не только не будет у него доброго хозяйствования и родения о своей семье, но будет все время какие-то огрехи такового работника закрывать. И естественно определенную как раз таки скудость ума приобретет. 29-я глава. Учить мужу свою жену, как Богу угодить и мужу быть по нраву и дом свой лучше вести и всякую домашнюю работу и рукоделие знать и слуг этому учить и самой делать. Муж учит свою жену с Христовой любовью помогать и научать слуг и детей своих также бережно относиться к тому, что есть в доме, не быть расточительной. Следует мужьям получать жен своих с любовью и примерным наставлением, а прежде всего иметь страх Божий и мужу и жене, дабы они вместе вели общее семейное хозяйствование. К определенной экономии, можно сказать, еще говорит нам 29 глава. Записаны такие слова. А пока хлебы пекут, тогда и одежду стирают. Так что с одной топки это все совершается и дрова не убывают из-за этого. Также еще говорится, а когда хлебы пекут, от того же теста вереть и отложить на пироги, чтобы их вместе как раз таки испечь, для того, чтобы те, кто трудятся, не остались голодными. и всякую бы еду и мясную и рыбную, всякое блюдо скоромное или постное, жена сама бы знала и умела приготовить и слуг научить. То есть хозяйка не только должна была рассказывать, но вместе со слугами всегда трудиться. Это приличествовало и в 16 веке, да и в настоящее время, конечно, тоже. Зачастую, конечно, у нас в семьях хозяйствует матушка, ну, родители бывают, конечно, наши мамочки помогают, всегда родеют и всегда, конечно, им прилично соразумно вместе все это совершать. Не разделять кто из чего будет готовить, а наоборот разделить определенные обязанности и с любовью Господу Богу и к семье и по отношению друг к другу это все совершать. И заканчивается 29 глава такими словами «И сама бы хозяйка ни в коем случае никогда, разве что занедужит, без дела не была, чтобы и прислуги на нее глядя, подавно было трудиться, муж ли придет, простая ли гостья, всегда бы сама над рукоделием сидела, зато ей честь и слава, и мужу похвала, и никогда, чтоб слуги хозяйку не будили, но хозяйка бы будила слуг, и спать бы ложилась всегда от рукоделия, совершив молитву». На этом заканчивается вторая часть Домостроя, но хотелось бы, конечно, немножко сказать, что многие, конечно, считают книгу Домострой такую очень строгую и жестокую в настоящее время бытует такое мнение, но это не так, конечно, а навсегда мы вторую часть уже прочитав, изучив, слышим с вами, как с любовью, с определенной милостью люди относились и к Господу Богу, и к слугам хозяева, и к детям, воспитывая их и назидая как раз-таки по Божьему повелению, чтобы не было такого отношения, как жестокость, потому что от определенной такой жесткости до жестокости всего лишь где-то пол шажка, но нужно не переходить эту грань, и в этом нам как раз-таки помогает книга Домостроя, получая и показывая живым примером даже шестнадцатого столетия все же, как необходимо учить и быть семье, которая помогала бы друг другу и в том как раз-таки спасалась. Спасибо Господи всех вас, дорогие дорогой ладыка, дорогие собратья, братья и сестры. Отец Николай и дорогие отцы, хотел бы также выразить несколько мыслей по поводу прочитанного. Говорится, что надлежит учить домочадцев заботиться о их спасении. Вспоминается пример из жизни старца Оптинского Анатолия. Один из двух Анатолиев, он имел, будучи еще живя в миру, имел артель швейную. И он рассказывал, что старался заботиться о своих наемных сотрудниках, работниках. То есть, когда все шили, он старался, что была тишина, и один из них читал или псалтирь, или жития святых. То есть, мы сейчас можем сказать, что в убыток себе он держал одного сотрудника, либо они по очереди так делали, не работали, но получая зарплату, они читали такое, что-то душеполезное. Также вспоминается пример отца Наума, когда есть видеозапись, где он в Новосибирск приехал, его повели на одну из строек храма, и один батюшка рассказывает, оживленно так рассказывает, вот какие здания, мы так строим, такой-то проект ведет отца Наума, отец Наума остановился около рабочих, которые сидели на штабе Лидоса, вот, его все тянут вперед, именно на стройку, он остановился около них и говорит, братья, вы крещённые? Они говорят, да, крещённые, но не у всех есть крестики, вот, и отец Наума говорит, в Бога-то верить, они, ну, вроде, да, верим в Бога, он говорит, а вот как думаете, чем человек отличается от свиньи? Ну, они засмеялись, мужики, говорят, ну, свинья-то на четырёх ногах ходит, человек на двух ногах ходит, вот, батюшка тоже заулыбался, говорит, ну, разве только этим отличается? Думаете, ещё, ну, для них думать не всем привычно было, для обычных работяг таких, они стали так погружаться, думать, и он вступил с ними таким образом в беседу, так, стал рассказывать о душе, вот, говорит человек, моя нога, моя рука, мои брюки, мои часы, а кто такой я? И он так говорил о бессмертной душе человеческой, а потом подошёл к тому священнику и поругал его, говорит, ты знаешь, надо заботиться о людях, ты здание показываешь, но вот эти люди помогают тебе строить, о них ты не заботишься, и им сказал, вы знаете, когда Ной строил ковчег, 120 лет он строил, он проповедовал людям покаяние, и случилось так, что он всех приглашал, приходи своими семьями, будет потоп, и мы вместе спасёмся в этом ковчеге, но люди наёмные получали свою зарплату и смеялись над Ноем, и таким образом никто не пришёл к покаянию, все погибли, но, по крайней мере, Ной заботился о них с любовью, состраданием. Вот так, и нам с вами тоже нужно стараться заботиться, ну, прежде всего, домочаться своих, во-вторых, это наши прихожане, особенно сотрудники прихода, чтобы желательно, те, кто ходит часто в храм, сотрудники наши, чтобы раз в две недели и своих причастей, остальные прихожане раз в три, в четыре недели причащаются, вот, мы должны знать, кто когда причащался, может, кто-то уже отступил немножко от этих правил и заботиться о них нужно. Обязательно заботиться, чтобы все умели читать на церковном славянском, чтобы все дома молились, давать им книги из библиотеки, читать, что-то советовать духовное, потому что за нас всё спросится. ещё отец Наум в годах девяностых, в начале девяностых, он вспомнил за свою учительницу, которая учила, когда он был во время эвакуации где-то во Фрунзе, по-моему, и он послал своих духовных чад и ромонахов, говорит, найдите её, вот так-так её зовут, она преподавала в таком-то техникуме, обязательно найдите, она ещё жива. Вот они поехали, нашли её, и он позаботился о её воцерковлении. Представляете, учительница, которая когда-то во время войны ещё там учила, вот, и всех, с кем его сталкивала как-то судьба или сводил промысел, правильно сказать, он о всех, о всех заботился о их спасении во церковлении. Вот, интересно, необычно, 23 глава о скорбях и болезнях, практически мы ничего не находим, какие-то врачества такие, ну, снадобия всякие, а говорится о том, что покаяние, хорошая исповедь, соборование, причащение, хождение по святым местам, просьба духовников, духовникам, чтобы они молились, то есть, такие мы видим духовные пособия для исцеления. Вот, также говорилось строго, очень против всяких музыкантов, но действительно, раньше они больше так вот развлекали людей и больше так бесчиние творили, а сейчас идет, как отец Николай говорит, духовые оркестры есть и классическая музыка есть, как вот старец Варсонофе Оптинский сказал, что классическая музыка наиболее чистая из всех человеческих искусств, и она хотя бы как-то приподнимает плотских людей до каких-то размышлений высоких. Так что сейчас особо прям все искусство не отвергается. И в общем, говоря о книге Домострой, на которую ориентировались люди всех сословий и бедняки, и вот средний класс, у которых уже были наемные люди, и богатые люди ориентируясь на эту книгу. Знаете, таким образом был воспитан тот русский человек, у которого примером которого может служить родной отец старца Силуана Афонского. В житии этого старца рассказывается, он говорит, я еще маленьким был, и мы косили с отцом сено, он послал меня за обедом, я сбегал, мы перекусили, и потом через полгода пример, или через три месяца, или через полгода, отец спрашивает меня, сынок, ты помнишь, как мы были на Синокосе, ты принес обед, он говорит, да, отец, хорошо помню, и отец ему говорит, ты знаешь, была пятница, ты принес мясо, я это мясо ел, как падаль. Тогда преподобный Силан говорит, отец, а почему ты не сказал мне об этом? Он говорит, сынок, я боялся тебя смутить, вы знаете, столько отец терпел, смотрел каждый день за поведением ребеночка, и вот нашел такой момент подходящий, вот, и однажды, говорит Силан Афонский, мы с ним шли мимо нашего поля, и готовый уже наш урожай, срезают чужие люди, воруют сено, снопы воруют, представляете, и я ему говорю, отец, у нас снопы воруют, он говорит, сынок, Бог нам дал урожай, нам хватит, а люди берут, значит, у них нужда есть, и даже не сделать замечания ворам, прошел мимо. Вот такие чистые святые души были, в общем-то, скажем так, составляли большинство нашего народа, так выковывался, ковался русский характер. Ну, и по многим житиям святым мы видим, знаем, что люди, многие, и даже миряне, хоть они и женаты были, многие мечтали о монашестве, и в случае, когда вдовел человек, то нередко принимали монах, в том числе и знатные люди, вы знаете, и князья, и дворяне принимали монах, то есть такие идеалы очень и очень высокие были, а в частности этому способствовала книга «Домострой». Мы благодарим отца Николая за рассказ об этой книге. Конечно, рассказ обзорный, предполагает дальнейшее прочтение кругу домашним этой книги. я думаю, я думаю, что надо ее приобретать, изучать и напитаться вот этим духом такого стремления к исполнению Божьей воли здесь, в земных условиях. Благодарим отца Николая, всех благодарю за внимание, спасибо. Господи, Владыка. Спасибо.